Общежитие КФУ активно принимает студентов. В этом году процесс заселения проходит в несколько этапов, а также с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. При заселении в общежитии необходимо придерживаться ранее составленного графика и приехать в конкретный день, иметь при себе маску, а также минимизировать количество сопровождающих. Все это хорошо придумали, что сделали дистанцию, маски, чтобы мы могли соблюдать дистанцию и сохранить свое здоровье. И КФУ, она заботится. Сегодня на заселении соблюдаются все меры предосторожности, дистанция, маски, кто-то вообще в перчатках. И, как по мне, это очень хорошо, потому что здоровье на первом месте должно стоять. В этом году первым в общежитии КФУ заселяются студенты старших курсов. Студентка второго курса Института управления экономикой и финансов Екатерина Журавлева будет проживать в деревне Универсиады, как говорят, в лучшем студенческом кампусе России. Мне очень понравилось, я рада, что я в этом году сюда заселилась. Здесь у меня попались хорошие соседки, это тоже сыграло немалую роль. Очень хороший сервис и приветствие, я рада, что я здесь. Тем студентам, которые не могут приехать в день заселения по причине закрытых границ, беспокоиться не стоит. Место в общежитии останется за ними. Их задача поставить, конечно, в известный замдиректор, либо куратор, либо старост академической группы, что они не приедут. И, как будет известна дата их приезда, обязательно сообщить тем людям, которых я уже выше сказала. Для того, чтобы мы знали время приезда, и это место будет закреплено и оставлено за ними, и по приезду, если они уже прошли по приказу, по сетке заселения, то есть если институтам принято решение, что данным студентам место предоставляется, то оно за ними закрепляется до момента открытия границ и приезда студента. Студенты первого курса начнут знакомиться с апартаментами уже 27 августа. Напомним, что все иногородние первокурсники, нуждающиеся в общежитии, будут жить в кампусах деревни Универсиады.